21 лунный день. Ключевые слова – активность, креативность, творческое осмысление, коллективная работа, эффективное движение вперед, квантовый скачок, революционные преобразования. Основные свойства дня. Пришло время активности, неукротимого движения вперед, ввысь. Сегодня день проявления храбрости, бесстрашия, добровольной жертвы, а также отказа от собственности. Это день революционных перестроек, упорство в достижении цели, умение добиться триумфа. Хороший день для веселья и увеселительных мероприятий, для хозяйственных дел, заготовки продуктов впрок. Торговли и бизнеса, связанного с риском. Поиск пропавших людей, вещей, животных также увенчается успехом. Энергетика этих суток пробуждает в человеке активное начало. День придает нам необыкновенную храбрость. Можно решиться на любой поступок, о котором раньше боялись и подумать. Это время рекордов и подвигов в прямом и переносном смыслах. Очень творческий и активный день. Это день стремительных активных действий, творческого подъема и вдохновения, пожалуй, один из самых творческих дней во всем лунном месяце. Поэтому всем художникам, писателям, скульпторам, актерам, танцорам рекомендуется использовать его полностью. Это самое удачное время для проведения творческих вечеров, концертов, выставок и подобных мероприятий, так или иначе связанных с творчеством. Недаром символом 21 лунного дня выступает Пегас. Это говорит о том, что сегодня вдохновение посетит всех, главное не упустить момент и правильно его использовать, то есть не растранжерить попусту, а направить в нужное русло, трансформировать лунные энергии в творческий процесс. Конь, один из символов 21 лунного дня, говорит о том, что сейчас настолько мощна энергетика Луны, что она способна в несколько раз быстрее помочь сделать какое-либо дело. То есть при правильном использовании энергии Луны события могут понестись словно конь. Недаром во многих мифологических мировоззрениях конь является перевозчиком между мирами. Например, Слейпнер, конь бога Одина. Некоторые астрологи считают этот период благоприятным для проведения спортивных состязаний, различных фестивалей, конкурсов, викторин и игр. Мощная энергетика 21 лунного дня дает клятвам и обетам, данным в этот лунный период, силу, поэтому нарушать их нежелательно. 21 лунный день, как и предыдущие лунные сутки, это время коллективного общения, сейчас не стоит надолго оставаться в одиночестве, будьте ближе к людям, проведите эти сутки с друзьями или коллегами по работе. Символ 21 лунного дня говорит также о том, что самое благоприятное время для начала поездок, путешествий, командировок, круизов, марафонов и т.д. Правда, тибетская астрологическая школа, наоборот, советует в данный период не совершать никаких путешествий. Лучше всего остаться дома, заняться домашними делами. Время неукротимого движения вперед, ввысь, день храбрости, бесстрашия, добровольной жертвы, отказа от собственности, революционных перестроек, упорство в достижении цели, умение добиться триумфа. День активный, творческий, день спортивных состязаний, лучше в беге. День благородных состязаний. День выводов, итогов обучения, экзаменов и испытаний на профессионализм. Плох для суровой, трудоемкой деятельности, для одиночества и скандалов. Рекомендуется воинское обучение, духовные беседы, работа над телом. День справедливости, мистического наказания. День астральных воинов, рыцарства. В этот день можно давать клятву верности, надо стремиться не лгать, быть абсолютно чистым и справедливым. Всем людям следует быть активными, сбиваться в табуны, полезны все групповые занятия, это день дружбы, объединение людей. Рекомендуется ванны, душ, обливание, закаливание. В этот день можно совершать поездки или начинать путешествия. Переходить на новое место работы следует именно в 21-й лунный день. Силен порыв, пробуждаются чувства благородства и справедливости, а также ощущения порядка. Хорош для всего, особенно для перемены работы и брака. Весьма благоприятствует путешествием или общению со старыми друзьями. Родственниками, живущими вдали. Влияние на личность. Пробуждаются чувства благородства и справедливости, а также ощущения порядка. У людей появляется решимость менять что-то или кардинально решать накопившиеся вопросы. День братства, иногда даже переходящего в фамильярность. Энергетика этого дня пробуждает в человеке активное начало, придает храбрость, уверенность, решительность. Рекомендации, ванна, душ, обливание, закаливание, можно давать клятву верности, быть активным и дружелюбным, объединять людей. Неблагоприятно скандалить. Находиться в одиночестве и заниматься тяжелой работой. Предупреждение. Важное замечание, преступления этого дня легко раскрываются. Важное условие, надо быть честным и справедливым даже в мелочах. Сны. Главная задача снов в эти сутки, показать насколько проявляется в жизни ваша творческая энергия, подавлена ли она совсем или мало выражена. В других аспектах сны не имеют значения и редко сбываются. Выход творческого потенциала в 21-й лунный день настолько велик, что он находит свое отражение и в сновидениях. Творческие порывы, это ваша душа, ваше самовыражение. Не важно как оно проходит. Вы любите петь, рисовать, фантазировать, выдумывать. Не обязательно быть профессионалом, достаточно просто делать то, что нравится. И очень важно, если в своей жизни, вы не ограничиваете и не стесняете свою душу. Тогда жизнь становится ярче, красочнее и интереснее. Образы сновидений 21-го лунного дня могут показать, насколько вы себя реализуете в творческом плане, насколько способны услышать себя и насколько готовы поддаться душевным порывам. Например, если вы видите яркие сны, в которых легко выполняется все вами задуманное, значит в жизни вы вполне успешно реализуете свой творческий потенциал. Если же вам снятся тяжелые сны, в которых возникает ощущение скованности и бессилия, значит в жизни вы в чем-то себя зажимаете. В этом случае, хорошо проанализировать свою жизнь, понять исходя из чего вы действуете и чего на самом деле хотите, дать себе побольше свободы, заняться тем, чем, к примеру, вам нравилось заниматься в детстве, и совершенно не важно, насколько хорошо это получится сейчас. Боязнь неудачи, это и есть ваши оковы, от которых лучше избавиться. Если в 21-й лунный день вам приснились лошади или подкова, это хороший знак. Есть мнение, что сны в этот день не имеют особого значения. Луна в весах дает настрой на покой и гармонию, миром правит артистичность, но также и нерешительность. Снижается вероятность конфликтов. Мы становимся тактичными и деликатными, легче идем на компромиссы и находим общий язык с людьми. Поэтому в дни весов хорошо примириться с теми, с кем были в ссоре. Сейчас это сделать гораздо проще, мы легко простим и поймем друг друга. При Луне в весах мы придаем больше значения внешним правилам приличия, нормам этикета, а потому становимся деликатными, приятными в общении. Нет никакого желания ни с кем спорить. Никого обижать. Мы легко соглашаемся с чужим мнением, лишь бы было все мирно и гладко. Луна в знаке зодиака весов дает некоторую нерешительность и склонность к колебаниям. С другой стороны эти колебания могут дойти до некого равновесия и дела решаются как будто сами собой без вашего участия. В дни весов трудно дается принятие важного решения, делать выбор. Зато это время благоприятствует налаживанию отношений, переговорам и встречам, требующим дипломатии. Луна в весах повышает чувствительность область бедер, почек и мочевого пузыря, а также эндокринные системы. Воспаление почек и мочевого пузыря происходит в эти дни чаще, чем обычно. Обращайте особенное внимание на то, чтобы не застудить область почек и мочевого пузыря. Ни в коем случае не сидите на камнях или сырой траве. Луна в весах призывает к осторожности людей с диабетом и панкреатитом. Возможны приступы обострения болезней, поэтому в этот период очень важно придерживаться диеты. Следует воздерживаться от избыточного употребления жидкостей, а алкоголь исключить. Дни весов благоприятны для пластических операций на лице и шее, коррекции формы носа, ушей, подбородка, пересадки волосяных луковиц и восстановления поврежденных бровей и ресниц. Эффективными будут процедуры, связанные с ушами, с глазами и лечения зубов. Луна в весах – весьма благоприятный период для начала процедур по избавлению от лишнего веса. Очень полезна гимнастика для глаз, упражнения на гибкость позвоночника, полный массаж тела. В дни весов исключается хирургическое вмешательство в области почек и надпочечников, на селезенке, мочевом пузыре, матке и яичниках, пояснице, в области паха, всего позвоночного столба и всей нервной системы. Необходимо избегать любых операций в области бедер. Не следует проводить чистку почек. Луна в весах – дни весов, красота, стрижка волос. Луна в весах – благоприятное время для стрижки волос, особенно на растущей луне. Все процедуры с волосами в это время способствуют их лучшему росту, оздоровлению и улучшению их структуры. В дни весов старайтесь не раздражаться и не кричать, вы рискуете приобрести на лице морщины, от которых не сможете избавиться. Именно сейчас стоит посетить своего косметолога, чтобы разработать индивидуальную программу ухода за кожей. При луне в весах хорошо будут удаваться пластические операции на лице и шее, коррекция формы носа, ушей, подбородка, пересадка волосяных луковиц и восстановление поврежденных бровей и ресниц. Благоприятный период для начала процедур по избавлению от лишнего веса. В дни весов новую одежду лучше не покупать и затраты не оправдают себя, понравившаяся вещь может позже разонравиться. Подходящее время для выбора парфюма. Влияние третьей фазы луны на человека, третья фаза луны характеризуется как время распределения сил, время принятия решений, в этот период важно следовать своей интуиции и не бояться рисковать. Вероятность успеха высока, люди могут чувствовать прилив сил и желание действовать, в то же время. В эту фазу лунная энергия может быть несколько нестабильной, это откликается неуверенностью в словах и действиях, стрессом и переживаниями. В этот период луна дарит вдохновение и силы, чтобы сделать все, что было задумано в более ранний период. Стоит довериться внутренним ощущениям и действовать. Не упуская благоприятное время для улучшения своей жизни, вы сами почувствуете, готовы ли сменить работу, пойти на повышение или решиться на создание семьи, самое время получать то, чего вы давно добивались. Благоприятно луна влияет и на физическое состояние, силы и выносливости хватает на весь трудовой день, а небольшие физические упражнения и прогулки идут только на пользу телу, а также помогают разгрузить мозг при интенсивных интеллектуальных нагрузках. Полезно чередовать несколько видов действительности, так вы не будете уставать и добьетесь большего результата, чего нельзя делать в третью фазу луны. Астрологи настоятельно рекомендуют не оставлять незаконченных дел в этот период. В противном случае они будут постоянно всплывать и напоминать о себе, притом не в самой приятной форме. Лучше отказаться от дорогих покупок и не спускать последние кровные на шопинг, тех, кто все же отважится на крупные капиталовложения, ждет масштабное разочарование. Пройдет совсем немного времени и вы поймете, что львиная доля из того, что было куплено в этот период, вам в принципе не пригодится, давать в долг тоже не стоит, возврат денег затянется, более того, вы можете навсегда испортить отношения с хорошими знакомыми или друзьями. В это время не стоит делать крупные покупки, данный период неблагоприятен для свадеб, любой союз обречен, притом закончится мнимая идиллия может гораздо скорее, чем кажется, чувства уйдут, запал исчезнет. А вы останетесь печальным и разочарованным в людях, правда для тех, кто основательно подойдет к заключению брака, не полагаются на эмоции, есть вариант построить крепкие узы, которые проживут долгие годы, традиционно в эти дни не крестят детей и не вырывают зубы, при этом период благоприятен для оперативного вмешательства. Плохой приметой считается заболеть, выздоровление ожидается долгим и трудным, не рекомендуется пересаживать растения, сеять семена, но при этом период благоприятен для посадки корнеплодов, всего, у чего плод находится под землей, и заготовок, что можно делать в третью фазу Луны. Самое время поменять работу и уйти с места, на котором вы не чувствуете свою пользу, важно простить всех, кто причинил вам зло, и двигаться дальше, не оставляя на душе обиду, обязательно рассчитайтесь со всеми долгами. Полезно заниматься очищением организма, придерживаться концепции правильного питания, садиться на диету, строгое голодание при этом не рекомендуется, потому что отсутствие энергии от пищи снизит физическую активность и ослабит иммунитет, тело податливо к изменениям. Поэтому просчитанная диета принесет результаты, удачными будут косметические процедуры, можно подстригать волосы, но нужно быть готовым к тому, что они будут медленнее расти, период отлично подходит для улучшения жилищных условий, выбрасывайте ненужные вещи или отдавайте их. Решайтесь на интересные интерьерные решения, делайте перестановку, приятно удивит, что смена портьер и пледа так сильно изменит вид комнаты в лучшую сторону, в этот период наведите порядок дома. Влияние третьей фазы Луны на знаки Зодиака, Овен, Овны взбудоражены действием Луны и довольны активны, в них кипят эмоции и они готовы действовать и добиваться успеха, это получается у них отлично, они становятся лидерами, которые моментально решают проблемы, придумывают нестандартные решения. Помешать их успеху может только излишняя эмоциональность и вспыльчивость. Телец. Он долго готовился и шел к новым изменениям, его ждут успехи в карьере, а руководство наконец заметит трудоспособность и ум Тельца, предложив повышение или премию, Телец уверен в себе и амбициозен. Но стоит ему поддаться апатии или лени, как возможности будут упущены, и ему еще долго придется топтаться на одном месте. Близнецы. Деятельность близнецов не так зависит от лунных фаз, но и им проще развивать свои идеи в эти дни. Люди вокруг более благосклонны к их нетрадиционным решениям и эксцентричным инициативам, если в остальной период окружающие готовы назвать мысли близнецов чудачеством, то теперь они признают их гениальность. Рак. Представители знака на подъеме эмоциональном и физическом. Но чем ближе окончание фазы, тем слабее становится их удачливость и энергичность. Важно успеть сделать задуманные в первые дни фазы, а не откладывать планы на потом. Лев. В этот период львам приходится непросто, луна путает планы, дарит удачу не льву, а другим представителям зодиака. Это раздражает льва, ведь в эти дни он на время перестает чувствовать себя особенным, но уже к завершению фазы ситуация выравнивается, и лев снова становится хозяином положения. Дева. Представители знака собраны и деятельны, они успешно выполняют задуманные. Не поддаются эмоциям и непреклонно идут вперед, это хорошее время для того, чтобы сменить работу или решиться на семью и детей, в эти дни любые изменения воспринимаются проще, мышление более гибкое и готово к компромиссам. Весы. Представитель знака равнодушен к действию капризной луны. Но зато он умеет чувствовать настроение окружающих и пользоваться их расположением, пока остальные эмоциональны, и не знают, куда направить свою энергию, весы замечают возможности, заводят полезные знакомства и не упускают шансов. Скорпион. Скорпиону тяжело справиться со своей эмоциональностью. Из-за этого даже велик риск испортить отношения с любимыми людьми или на работе, представитель этого знака более принципиален и непреклонен, чем обычно, его планы сейчас первостепенны, поэтому реализуя их, он может случайно обидеть кого-то другого. У него появляется непоколебимая уверенность в своей правоте и желании действовать, чужая удача рассеивается, стоит поблизости появиться Скорпиону. Стрелец. Этот знак рад ослаблению позиций луны, но именно в этот период ему приходится терпеть ее воздействие. В голове роится множество идей и планов, но не все они реализуются, во время этих дней Стрелец тратит неоправданно много энергии, а результат несоизмеримо мал, но иначе Стрелец не может, Луна побуждает к действиям и обещает успех, который не всегда удается достигнуть именно в эту фазу. Часто результат появляется только к концу лунного цикла. Козерог. В этот период козерога могут накрывать несвойственные ему сентиментальность и эмоциональность, ему сложно сдерживаться, столкнувшись с несправедливостью, силой козерога на подъеме, что обещает материальный успех. Но может возникнуть непонимание в семье, так как козерог слишком увлекается работой. Водолей. Водолеи чувствуют себя целостной и гармоничной личностью, в эти дни их талант признают, а к словам прислушиваются, их ждет успех на работе, в любви и в амбициозных начинаниях. Самое время сделать увлечение частью работы и найти инвесторов. Рыбы. Этот знак зодиака находится на подъеме физических и эмоциональных сил, они много работали и ждали своего времени, а теперь могут выйти из тени и продемонстрировать окружающим ум и профессионализм, они успевают на работе. Удивляют домашних заботой и любовью, луна заряжает рыб силами, которые они с удовольствием тратят. Продолжение следует...